В Чебоксарах продолжают свою работу 26 пунктов сбора гуманитарной помощи Юго-Востоку Украины. Только за первые два дня в благотворительной акции организованной партией «Единая Россия» приняло участие более 200 человек. Пункты приема начинают свою работу в 11 утра и закрываются только после 8 часов вечера. Люди, проходя мимо, просто не могут остаться равнодушными. У одних на территории Юго-Востока Украины остались друзья и родственники, другие же просто хотят помочь. Вообще я считаю, что очень важно вообще помогать и совершенно не важно, какой человек является нацией, из какой он страны. Главное помочь, главное откликнуться, потому что кто, если не мы? Елизавета Ластухина уже несколько раз носила свой вклад в сбор гуманитарной помощи. В благотворительных акциях принимают участие и члены ее семьи. Сегодня она вновь заглянула на пункт сбора, чтобы уточнить, какие продукты и вещи необходимы в первую очередь. Волонтеры охотно объясняют, нужны различные крупы, чай и сахар, предметы гигиены, детские игрушки и констовары, которые необходимы в новом учебном году. Человек, который приносит какую-либо гуманитарную помощь, получает вот такой вот значок, на котором написано «Я помог Донбассу». И мы его очень благодарим за помощь и надеемся, что каждый из вас тоже придет к нам. Однако, по словам самих волонтеров, многие люди, пришедшие помочь, отказываются брать что-то взамен. Напомним, что Чувашия не первый раз участвует в мероприятиях по сбору гуманитарной помощи. Только в ходе последней акции в День знаний в Новороссии было собрано более трех тонн школьных принадлежностей, которые были отправлены в Москву для доставки в составе общероссийского конвоя в Луганскую и Донецкую Народные Республики до начала учебного года. Мария Леончик, Игорь Зверев, Республика.